Украинская армия Ополченцу с позывным Жорж осколок раздробил кость ноги. Ранение он получил под Стахановым при попытке подавить блокпост силовиков и нацгвардии в районе Дебальцево. В ответ украинские войска начали стрелять по мирным жителям. Ополченцы не смогли ответить в полную мощь, поскольку противник вел огонь из орудия, которое разместил среди жилых домов. Правый сектор, я не знаю, фашисты, националисты, как их там называют. Они на передовую не полезут. Они знают, что на передовую. Там, где осколки свистят, пули, мины, снаряды, грады. Они прикрываются мирными жителями. Это уже известные факты. Украинская армия атакует сразу несколько городов. Ополчение пытается сдержать противника, но снаряды, смерча и урагана продолжают взрываться в жилых кварталах Стаханово, Первомайска и Луганска. Ранены более сотни мирных жителей и бойцов ополчения. В областную больницу в столице Элнер ежедневно поступают новые пациенты. Мы услышали, как оно загудело. И стали смотреть, что нагудит. И тут он такой страшный ураган. Во дворе взорвался. И вот это осколком. И меня, и сына моего. И это его затяг в ходу. Я ему ногу перебил. И живот. На БМП в машине рабочей. И они нас просто подожгли. Насколько честно, я не знаю это честно. Но сам факт то, что я приехал защищать свой край, свою землю. Это мой город. А они ворвались сюда. Вроде машина так. Повезло. Те, кто рядышком сидел, все погибли. Остался живой один. Несколько дней не прекращается обстрел поселка Приветное. Один из снарядов попал в крышу двухэтажного дома. Три семьи остались без крыши над головой. Их пришлось эвакуировать в Луганск. Другие жители, чьи дома уцелели, не хотят бросать квартиры. Пусть убьют так вместе с домом. А куда нам деваться? Кому мы нужны? Ну пусть вообще жить. У нас корова. Хозяйство? Куда? Что будет? Почему их не монят отсюда? Даже не за себя страшно, а страшно за ребенка. К нам в огород прилетел тоже снаряд. Если бы он пошел дальше, мы бы сейчас не разговаривали. Прятались в подвале. Прятались в подвале с маленьким ребенком. Мы второго ждем. Вынуждены жить в подвале. Из-за непрекращающихся арт-обстрелов людей, согласных на эвакуацию, вывозят из поселков. Ополченцы опасаются, что украинская армия в ближайшее время усилит атаки на мирное население. Так силовики и нацгвардии могут попытаться рассредоточить силы ЛНР, стягивающиеся под Дебальцево. Евгения Змановская, Александр Ушаков, Луганская Народная Республика, Live News.